всем привет уважаемые друзья это первый летний выпуск программы а мне охота до рыбалка с вами сегодня роман саганов и лев клинов дорогие друзья поздравляем вас с началом лета желаем вам чтобы в этом году побольше поймали той необходимой рыбы которые вы любите и отпустили и отпустили нет не отпускает кто как ловит да вот и отпускает мы знаем рыбаков профессионалов спортсменов ребят да не ловит аккуратненько и отпускают до живет у них специальное оборудование да и они стараются не травмировать рыбку которую вы удели из дамских и не только пучин да но они конечно отпускает тоже для них это все-таки спортивный интерес а для многих рыбаков любителей я уверен что это не только спортивный интересное призвание да а для многих это еще даже деликатес можно сказать да донская рыбка все любое все деликатес конечно особенно бычок и бычок тоже ты любишь но я пробовал его но мне понравилось не сказал что это не вкусно это вкусно смотря опять же тоже любую рыбу как не приготовить ну давай тогда о нашей теме что там отошли немного я вот смотрю у тебя очень много тут новых каких-то приспособлений да они не совсем новые достаточно для нашей программы но они мне отец сделал вот этот якорь специально для лодки которую точно самодельно мастера донские выполняли его можно так сказать и хотел бы чтобы сегодня мы научились собирать якорь для того чтобы отправиться на лодке что-нибудь поймать да прямо отсюда и отправимся вот я специально даже видите перчатки надел потому что белоруси все таки да все таки мы находимся в студии они на берегу нашего замечательного перчатка водохранилище я вот предлагал за газетку положить но вроде нам режиссер рассказали что не надо так что ты хочешь чтобы я попробовал что с ним сделать да да и я думаю что нам даже поможет немножко сегодня в этом отличный рыбак мастеров своего дела основатель клуба водномоторников вконтакте донского клуба сергей поликарпов и сергей сейчас у нас на связи сергей в этом сезоне у вас как так получилось немного как-то скомканно да и все равно какие впечатления от нового рыбацкого сезона засти да безусловно этот год сильно отличается от всех предыдущих мало того что действовал весенний нерестовый запрет а соответственно запрет на использование моторов на рыбалке да еще и всем известная ситуация с пандемией коронавирусной инфекцией во всем мире и в нашем в нашей стране и в нашем городе в частности мы были связаны по рукам и ногам но первого же числа 1 июня когда завершился нерестовый запрет мы стартанули на веселку вы нам прислали потрясающие видеоматериалы хотелось бы выяснить как вы выбирали место ловли с нам что отправились на веселовское водохранилище как выбирали были у вас какие-то по этому поводу разногласия с друзьями во время неистового запрета мы могли все же рыбачить с берега и мы делали это периодически на дону мы соскучились по веселокскому водохранилищу это очень интересный водоем и как только можно было сесть в лодке завести свои моторы мы прямиком стартанули именно туда сергей хорошо ли вы знаете вообще водохранилище донские водохранилища и в частности веселовское водохранилище и сильно ли она изменилась по сравнению с прошлыми годами ну что касается уровня воды я вот выезд не заметил каких-то отклонений от стандартного уровня но собственно говоря я этого и не примечал касаемо знаний водоема они у меня пока ограничены участком веселый новоселовка ну и близлежащие балки дальние участки водоема я к сожалению пока еще не знаю я там не бывал и в этом году я обязательно устраню этот пробел в своих знаниях водоема касаемо дона но в общем-то знания определенные есть есть понимание где где бровки где глубина где ямы где отмели и соответственно я понимаю какую рыбу и где в дону можно половить бывал и в низовьях дона и верховьях как бы везде дом балует рыбкой и можно получить большое удовольствие от рыбалки судя по картинке вы отправлялись на хищника и на лодке поэтому вопрос почему не с берега и не на мирную рыбу но по поводу мирной рыбы я уже ранее говорил в невестовый запрет мы баловали себя выездами на берег и ловили мирную рыбу и как только у нас появилась законная возможность выйти на водоем на лодках с моторами мы это сделали и отправились прежде прежде всего за хищником на веселском водохранилище практически всегда можно поймать и щуку это и щуку травянку где-то на меликах и очень серьезные экземпляры на глубине ну и конечно же судак окунь он там всегда есть если подобрать ключик то без рыбы без рыбы домой не увидишь как у вас в этом году получилось открытие сезона и какие может быть отдельные особи заслуживает вашего внимания открытие открытие сезона получилось вот такое на самом деле мы все довольны результатом мы ждали этого и мы получили мы получили шикарные поклевки щуки мы получили шикарные поимки щуки и были конечно же досадные сходы в том числе более менее трофеев но все равно мы получили адреналин мы получили эмоции и мы получили то зачем мы ехали на этот водоем сережка опытный любитель лодочных приключений хотелось бы услышать от вас несколько советов для тех людей которые только недавно купили лодку еще не выходили на открытую воду и не умеют например вязать якорь да какие-то якорные узлы возможно и дадите советы в принципе для начинающих лодочников безусловно первый мой совет ребят надевайте жилеты это не пустые слова и в своей практике я уже видел случай когда жилеты спасали жизнь реально это не выдумки поэтому обязательно девайте это очень важно ну а по поводу вязание якорей ну здесь многие известен известен тот факт что и на веселке много зацепов там старые сети роколовки просто дно усеяно и на дону мало того что роколовки и сети там еще есть коряги и огромные камни и так далее поэтому якорь необходимо вязать якорную веревку необходимо привязывать к днищу якоря там есть специальная петелька ну а выше у верхнего основания якоря там уже якорную веревку привязывать хомутиками пластиковыми с тем чтобы если вы наглухо зацепились вы не можете отцепить якорь усилием вы вырываете своим усилием вы разрываете хомуты и уже ваш якорь держится за свой низ нижнее основание и у легко якорь вытаскиваете даже если это кошка которая цепляется всеми своими четырьмя клыками при таком варианте привязывания якори вы его вытащите скорее всего ну и обязательно в лодке должен быть нож зачехленный обязательно да там чтобы все было безопасно но опять же много раз пригождалось когда но действительно есть какой-то глухой зацеп ситуации на воде бывают разные просто перерезать веревку в ничем руками плоскогубцами и так далее вы этого не сделайте зажигалка вы ее не перепарите только ножом спасибо огромное за то что вышли с нами на связь из дома и если у вас сейчас оснастки которыми ловили на веселовском водохранилище под рукой то нам бы очень было бы интересно посмотреть на что вы ловили пожалуйста расскажите к сожалению показать их не смогу потому что они находятся далеко от меня сейчас дома их не храню все в гараже но по сути рассказать могу все очень просто в эту рубалку рулил безусловно малос ну или малос я не знаю как правильно а точнее у китайская копия не покупаю практически дорогие японские воблеры зачастую копии ловят не хуже и в случае с малосом этот малыш даже китайский работает великолепно в эту рыбалку он отработал на 5 в цвете такой кислотничек прям великолепно щука если она была то она обязательно выходила и были очень красивые выходы очень красивые свечки пиво уваживанием то есть вот этот малыш он многого стоит ну а на большой воде когда мы туда попали попробовали ловить судака мы используем пластический джиг головка или просто чебурашка разборная соседным крючком какая-нибудь силиконовая рыбка в размере там 35 4 дюйма но в этот раз нам половить практически не удалось погода нас прогнала с водоема сергей на что нужно обращать внимание при выходе на воду веселовском водохранилище если какие-либо требования к плавсредством но я повторюсь в первую очередь главное требование при выходе на веселовском водохранилище наличие спасательного жилета ну а во вторую очередь паса главный мой один из главных на моих советов это постоянно смотреть погоду и за день до рыбалки и во время рыбалки постоянно ее отслеживать потому что погода на веселском водохранилище она меняется за день несколько раз и кардинально как это происходит на море яркий пример открытие нашего сезона то есть мы вышли утром в стиль в полнейший безветренная тихая погода мы отрывали до обеда вообще в полной тишине ходили по камышам искали щуку и где-то в обед начался сильный ветер небо заволокло тучами и поднялась огромная волна то есть по меркам небольших плав средств пвх это огромные волны скажем на своей лодке пвх размером 420 я чувствовал себя вполне комфортно и безопасно то есть это посудина она в общем-то рассчитан такие волны и безопасно их проходит но лодки очень популярные лодки допустим 320 размера или 300 размера три метра в такую волну будет очень очень небезопасно там ходить собственно говоря мой первый опыт водномоторника несколько лет назад там и начался с того что я обкатывал свой мотор 5 лошадиных сил и на новой лодке 320 размера и ни с того ни с сего налетел ураган и я запомнил на всю жизнь этот шторм и как не было страшно но я здесь сейчас перед вами и все нормально обошлось но в такие волны в такую погоду могут быть печальные последствия поэтому нужно понимать какого размера у вас судно и какая погода намечается ветер в 5-10 5-10 метров в вашем прогнозе в телефоне это уже довольно серьезный ветер на веселовском водохранилище все что больше на пвх размером до 350 я бы просто не советовал туда соваться перетерпите подождите перенесите на другой день ну или походите по камышам поищите щучку не переходя водохранилище там действительно поднимается очень мощный ветер и там становится небезопасно что же сергей огромное вам спасибо надеемся что нашим зрителям все пригодится все ваши советы и подсказки и нам в том числе потому что мы совсем скоро собираемся вот у роман уже якорь и смог собрать и якорь есть веревка есть как раз на рыбалку вот у нас осталось лодка только осталось только ну лодку у тебя есть заедем за лодкой и обязательно сихуда на веселовское водохранилище но сергей я думаю нам теперь уже рассказал а может и покажет когда-нибудь вот именно приедем она может тогда и покажет все это и обязательно с нас сюжет и следы какая-нибудь из программа будет посвящена именно рыбалки именно рыбалки на веселском водохранилище а возможно и не одна может быть все возможно но якорь то есть уже все и что ты хотел бы сказать на прощание да как ты знаешь как всегда получается так что время нашей программы так быстро пролетает как скоростная моторная лодка сегодня пролетела наша программа что же уважаемые друзья мы с вами прощаемся это была программа мне охота до рыбалка роман саганов лев клинов и до новых встреч дорогие хвоста не чешуи